МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Бизнес-курс». Меня зовут Анна Григорьева. Здравствуйте. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня она у нас в формате круглого стола. И говорить мы будем о генеральном плане города Краснодара. Вопрос, который, наверное, стал последние дни очень актуален практически для каждого краснодарца. У меня в гостях Владимир Цой, директор департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара. Владимир Игоревич, добрый день. У меня в гостях Екатерина Кадзасова, правильно? Екатерина – общественный представитель ОСИИ и Алексей Волощук, представитель общественности Восточно-Кругляковского микрорайона. Добрый день. Здравствуйте. Рады, что вы все ко мне пришли. Начну все равно с Владимира Игоревича, потому что уж что такое генплан, объяснить, наверное, можете вы нам в двух словах, почему эта тема так стала актуальна в последнее время, что происходит. В настоящее время администрация муниципального образования города Краснодар ведет работу, большую, очень большую работу по утверждению генерального плана. Это основополагающий документ градостроительного развития города на 20 лет. Указанный документ предусматривает развитие территории, социальные объекты размещения, дорог, инженерные инфраструктуры. То есть все то, что затрагивает каждую семью, каждого человека, вне зависимости от того, где он работает, чем он занимается. То есть это то, с чем он сталкивается каждый день. И этот документ определяет нашу будущую жизнь, наши проблемы, наши решения этих проблем на следующие 20 лет. То есть такой вот основополагающий документ. Поэтому его значение тут максимальное и соответственное. И такое же должно быть и внимание. И мы рассчитываем, что будет внимание, соответственно, и жителей к этому документу. Ну, действительно, я права. Я пыталась изучить, как не специалист в этой отрасли, эти документы. Это очень объемный документ, какой-то вот прям, не знаю, вселенского масштаба, по мне так. Екатерина, как вы считаете, для Краснодара этот документ актуален? Более чем актуален, потому что город растет, не подняем по часам. У нас, наверное, популяция как нигде в стране растет. И для всего этого необходима инфраструктура. Детям нужно учиться, кому-то нужно лечиться, что-то есть, где-то работать, как-то передвигаться. И те условия, в которых мы сейчас находимся, они, скорее всего, уже устарели и однозначно нуждаются в реновации. Ну, у нас такой глобальный план. Тем не менее, мы решили обсуждать по районам, а не по направлениям, да, по отраслям. Там зеленые зоны, промышленные. Алексей, у нас как раз представитель общественности Восточно-Кругляковского микрорайона. С него мы решили начать. Наверное, как пример все-таки, да, проблем всего города. Расскажите, вот как жители микрорайона реагируют на постановку вообще этого вопроса, решение этого вопроса? Ну, не так давно было издано постановление администрации города Краснодар о том, что будут проходить общественные обсуждения генерального плана. И в рамках этого, конечно же, эта информация была донесена до жителей. Мы, помимо этого, запускали на разных площадках в социальных группах, в мессенджерах обсуждение генерального плана до того, как он уже появился в свет на сайте администрации города Краснодар. И, конечно же, мы погружались в то, что там отображено еще даже на стадии его разработки. Будучи участником градостроительного совета при губернаторе, я и ряд еще общественников города принимали непосредственно участие в диалоге вместе с разработчиками, вырабатывали проектные решения, транслировали мнения жителей для того, чтобы этот документ отвечал всем требованиям, запросам общества, а также градостроительным нормативам и законодательству в сфере градостроительства. И чего хотят жители на сегодняшний день? Ну да, хочется... Это, я думаю, в принципе, актуально для любого микрорайона, не только для Восточно-Крыльяковского. В связи с бурным ростом нашего города все жители ощутили практически в каждом новом микрорайоне одни и те же проблемы. Это нехватка мест в школах, в детских садах, это отсутствие рекреационных зон, парков, скверов, это недостаток транспортной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, линий трамвайных, троллейбусных. Общественного транспорта, да? Это те же самые общественно-деловые зоны, которые тоже требуются для быта людей, для досуга, для каких-то... И я бы еще хотел заметить, еще это вот то, чем, наверное, отличается новый генеральный план от предыдущего, это точки приложения труда буквально в каждом микрорайоне, которые будут созданы, да? То есть это делается для того, чтобы исключить маятниковую миграцию, чтобы людям не надо было ехать на работу через весь город, а места работы, точки приложения труда были рядом с их местом проживания. То есть вот эти вопросы, они, в принципе, беспокоят, наверное, каждого жителя, и они, наверное, одинаковы для всего города. Владимир Игоревич, есть чем ответить жителям Восточно-Кругляковского? Ну, прежде всего, мы... Нужно отметить, что и поблагодарить у нас представителей общественников, в том числе и Аксей, за активное участие в работе. Мы действительно с самого начала разрабатывали этот фундаментальный документ с активным участием наших общественников. Мы собирали мнение жителей, в том числе, и сегодня получился по-настоящему такой документ, можно сказать, его народным документом, который учитывает мнение жителей детально, и в нем заложены, конечно, безусловно, все проектные решения, возможные, которые возможны с учетом сложившейся, в том числе, и застройки, которые позволяют так или иначе разрешить весь спектр проблем. Потому что проблем действительно много, но генеральный план на эти проблемы отвечает. Очень много уделено внимания, прежде всего, и дорогам, это и транспорту, трамвайным линиям по восточному, в микрорайоне Восточно-Кругляковском, социальных объектов, это школы, детские сады, поликлиники, ну и, конечно, зеленые зоны, все это очень важно, генеральный план это отражает. Я хотел бы, чтобы жители активно принимали участие и посмотрели на наш результат нашей работы, который позволит разрешить, ну, понятное дело, что ни за год, ни два, это документ долгосрочного планирования, и, соответственно, реализация его также предусматривается в течение 20 лет. Но этот документ, который последовательно, как наш план, настоящий план работы администрации на следующие 20 лет. Тем не менее, хочется понимать, что жизнь-то за 20 лет ведь изменится. Да, конечно, безусловно. И как же изменится план? Ну, генеральный план на то и план, что он, безусловно, не делается исходя из существующих, ну, делается исходя из существующих реалий, но с учетом перспективы, безусловно. И в основу заложено в том числе и рост населения. Сейчас мы разрабатывали с учетом, исходно убрали точку, с учетом населения 1,4 млн, и планировали в течение 20 лет рост населения до 2,2 млн, 2,4 млн населения. Соответственно, рассчитывали и детские сады, и школы, и поликлиники, все с учетом вот такого роста населения. Как вы понимаете, почти на миллион с лишним населением рост. Это очень существенный рост. Да, это очень серьезно. Екатерина, скажите, а вы ощущаете на себе те проблемы, которые призван решить генеральный план? Периодически, да, потому что, например, мой ребенок учится в центре города, сейчас я переехала в другой конец города, и не намерена оттуда вращаться в центр, и передвижение крайне затруднено, и плохо понимаю, как работает общественный транспорт, чтобы отпускать одного ребенка. Я вижу, как они в автобусах, эти люди передвигаются, и мне кажется, что это очень долго, это очень трудно, и детям это особенно тяжело было бы из одного конца города в другой ездить в таких условиях. Поэтому вопрос необходимо решать, и очень печально, когда вот именно наша транспортная составляющая генплана, пока она в таком состоянии, что люди просто огромное количество времени проводят в пробках. Но это на данный момент. Да, да, и, конечно же, я понимаю, что, возможно, в ближайшие годы это все в одночасье не решится, но очень надеюсь, и эксперты, с которыми я общалась по тематике генплана, очень рассчитывают на то, что огромные усилия будут предприняты для решения данной проблемы по нашим транспортным коммуникациям. Ну, это, да, как мы и сказали, во всех практически районах города проблемы одни и те же, да, недостаток транспорта, социальной инфраструктуры. Я не знаю, как бы Владимиру Игоревичу или Алексею задать вопрос. Я, насколько знаю, в генплане каждому району отведена своя роль. То есть я могу ошибаться, если ошибаюсь, поправьте меня. Какой-то район станет промышленным, какой-то станет каким-то другим, они же разные, да, эти зоны. Вот Восточно-Кругляковскому конкретно какая отведена роль? Знаете, я, безусловно, каждому району было уделено отдельное внимание. И, конечно же, тот, например, исторический наш центр, у него был совершенно иной подход, нежели к остальной части нашего города. Это же, можно и сказать, также относительно территории микрорайона Восточно-Кругляковска. Это огромная территория с перспективой населения почти в 200 тысяч. Она стремительно туда растет в этом направлении. И это, конечно, не только жилищное строительство, это и создание производственных зон в том числе. Потому что мы должны посмотреть, как Алексей говорил, приложение работы. Создание рабочих мест имеется в виду? Да, это очень важный момент. Да, если позволите, Владимир Владимирович, я бы хотел сказать, я просто очень детально и глубоко изучал проект на документацию, конечно же, именно в том числе этого микрорайона, потому что я там проживаю непосредственно и представляю мнение общественности этого микрорайона. И хотел сказать, что если непосредственно говорить о нашем микрорайоне, то выделить его с какой-то направленностью, наверное, нельзя. И это даже хорошо. Я объясню, почему. Потому что раньше зачастую микрорайоны создавались как спальни. То есть это жилье и, в лучшем случае, какие-то социальные объекты. Это в действующем генеральном плане, в принципе, так оно и было. А в новом генеральном плане мы что видим? Мы видим несколько социальных кластеров. То есть это школы и детские сады, которые в районе поселка Плодородный будут созданы. То есть это такой массив социальных объектов в одном месте будет сосредоточен. Мы видим также рекреационный кластер. То есть это развитие парка Галицкого и сеть, скажем так, линейных зеленых насаждений общего пользования, которые создают такой градоэкологический каркас в микрорайоне, чтобы можно было из одной озелененной территории, парка или сквера, перейти в другую. Это на самом деле очень здорово и удобно для того, чтобы люди именно пешим способом передвигались по городу и получали удовольствие от того, что они идут в тени деревьев, а не по дороге, где-то по тротуару, где машина, не дай бог, может их сбить. Что мы видим еще? Мы видим несколько больших, крупных общественно-деловых зон, где как раз-таки будет трудиться население для того, чтобы не ехать в тот же самый общественно-деловой, сложившийся центр города, то есть чуть выше поселка Плодородный-2, и в центре, недалеко от Цветочного рынка, там несколько таких больших, крупных общественно-деловых зон предусматривается, где будет очень много сосредоточенных рабочих мест. То есть в этом и краса нового генерального плана в том, что каждый микрорайон становится самодостаточным. То есть не будет уже просто спальных микрорайонов, будут полноценные территории, которые предусматривают комплексное развитие. То есть мы имеем и социальные объекты, мы имеем жилищное строительство, мы имеем общественно-деловые зоны, мы имеем рекреационные зоны и транспортную развитую инфраструктуру. Генеральный план, кстати, предусматривает также, это вот один из тех вопросов, которые очень насущные, и жители ждут этого разрешения вопроса. Это строительство трамвайной линии в Восточно-Кругляковский микрорайон, потому что у нас есть очень хороший объект в этом микрорайоне. Это стадион футбольного клуба «Краснодар». И вот в дни матчей, конечно, было бы здорово, чтобы люди добирались на общественном транспорте. А единственный транспорт, который может это полноценно сделать на сегодняшний день, это все-таки трамвай. И генеральный план предусматривает развитие трамвайной линии в сторону нашего микрорайона, до улицы Домбайской, и далее имеет перспективы развития в северо-восточную, скажем так, часть города Краснодара. А что сами-то жители предлагали? Ну вот показали вы им план, сказали, ребят, у вас будет то-то, то-то и то-то. Неужели не было никаких недовольств? Может быть, я не очень правильный вопрос задаю? Мне бы хотелось знать мнение самих-то жителей. Смотрите, относительно мнения жителей, оно будет сейчас в ближайшее время аккумулироваться именно на общественных обсуждениях. То, к чему мы идем. Да, это то, к чему мы идем в плане официального обсуждения в рамках, скажем так, процедуры утверждения генерального плана. Ну, конечно же, мы до этого, имея документы генерального плана, уже начали обсуждать с общественностью. Я могу сказать, что у нас запланирован ряд встреч с жителями, где мы будем уже очно, так сказать, разбирать каждую территорию детально для того, чтобы ничего ни в коем случае не упустить. Потому что, ну вот я просто скажу, да, там, есть территории озелененные, которые сейчас уже имеют деревья, да, то есть такие прогулочные зоны, которые, ну там, по ряду причин не были учтены в проекте изменения генерального плана. И мы, конечно же, будем предлагать вот эти позитивные такие, да, предложения и замечания для того, чтобы они были учтены в итоговой версии генерального плана. Но, в общем-то, жители позитивно встретили этот новый генеральный план. Ну, вы просто, даже вот если окунуться в цифры, как можно непозитивно воспринять то, что, допустим, в Прикубанском округе у нас дополнительно предусматривается 79 школ. Вот только в микрорайоне Восточно-Кровальковское порядка 12 школ. 269 детских дошкольных учреждений в Прикубанском только округе. Вы представляете себе? 269 на 77 тысяч мест в этих детских садах. Это просто, ну, потрясающе на самом деле, да? И мы, конечно же, желаем, чтобы этот генеральный план с учетом мнения жителей и вот этих вот позитивных предложений и замечаний был утвержден как можно скорее для того, чтобы зарезервировать территории для развития вот социальной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры. Потому что пока правовый статус генерального плана еще, пока он не утвержден, правовый статус этих территорий, он предполагает, ну, возможность застройки. И, а нужно сказать, что градостроительные ошибки, да, их очень сложно исправить. То есть это даже, может, наши дети и внуки не смогут это исправить. Это либо невозможно исправить, либо очень дорого. И здесь я, конечно же, хотел бы поблагодарить администрацию города Евгения Алексеевича Первышова, Владимира Игоревича, губернатора Венимина Ивановича Кондратьева. И, конечно же, разработчиков генерального плана, которые проявили принципиальность в процессе разработки генерального плана. Потому что мы видим, что он максимально отражает вот те веяния, те желания жителей, которые накопились в связи с недостатком социальной инфраструктуры, рекреационной, транспортной инфраструктуры. Потому что, ну, пробки... Ну, те проблемы, видимо, которые с годами, видимо, копились, да? Да, их все ощущают. И вот принципиально в основе этого генерального плана это все было учтено, и все нормативы городостроительные были соблюдены. Теперь за нами остается, на мой взгляд, за общественностью города все-таки погрузиться на данном этапе для того, чтобы сделать какие-то точечные локальные изменения в этом генеральном плане, для того, чтобы он именно стал комфортным. Я могу с уверенностью сказать, вот почему мы общественники, участники городостроительного совета или инициативных групп разных микрорайонов занимаемся этим делом. Потому что мы очень хорошо знаем свою территорию. И мы с уверенностью можем порекомендовать, в том числе и разработчикам, и администрации города Краснодара, где лучше что-то разместить. Детскую поликлинику или, допустим, какой-то парк, сквер – это ближе только именно пользователям территорий, жителям этих территорий. И поэтому, конечно же, мы надеемся собрать вот такой массив хороших, качественных, позитивных предложений для того, чтобы они были отражены в новой редакции генерального плана, который, я думаю, в ближайшее время обязательно будет принято. Да, было бы здорово. Я хочу спросить, Владимир Игоревич, вот мы говорим о Восточно-Кругляковском микрорайоне, как о самодостаточной территории. По идее генерального плана, все территории, все внутригородские округа должны такими стать? Или это даже в перспективе нереально? Нет, почему? Для каждого района предусматривается соответствующая концепция, которая делает его самодостаточным. Вообще баланс территории – это, как бы скажем так, фундаментальная идея генерального плана – сбалансировать каждую территорию, чтобы она не превращалась в придаток другой какой-то территории. И не получалось так, что у нас одно есть точка, грубо говоря, притяжение, и весь город на нее сосредоточен. Да, точно. Оно потом, вот такой механизм потом, к сожалению, порождает очень много проблем и с пробками, со всем, со всеми. И в новом геймплане, конечно же, совершенно другая концепция. Она предусматривает именно баланс каждой территории во всех направлениях. То есть и по социалке, и по инженерной инфраструктуре. То есть своя инфраструктура. Понятное дело, что есть такие фундаментальные вещи, как магистральные сети, основные, скелет, каркас, скажем, транспортные. Мы никуда не уйдем от таких фундаментальных вещей, как ближний западный обход, западный обход, южный обход, то есть южно-скоростной периметр наш. То есть такие фундаментальные вещи, они, конечно, завязаны не на кругах, это такая, скажем, основа всего города. Ну это так, да, как кровеносная система какая-то. Она, конечно, не привязана к территории, но, как бы, каждая территория сбалансирована в том числе с учетом и вот этих возможностей. Если говорить в целом, я хочу вот у Екатерины спросить. Я, конечно, не специалист в области архитектуры, но мне, например, очень хочется. И не через 20 лет, а как можно скорее увидеть город Краснодар вот именно настоящей столицей, да? Понимаю, что есть исторические какие-то моменты, которые нужно нам сохранить, они тоже очень интересные. Есть современная застройка и другие проблемы. Вот вы каким бы видели Краснодар в ближайшем будущем? Вы знаете, я, наверное, не буду личное мнение выражать. Все-таки я здесь пришла выражать мнение общественности, так или иначе, будучи общественным представителем группной организации. И я вчера провела небольшой опрос в своих социальных сетях и в экспертных группах, руководителем которых я являюсь по долгу данной роли. Было такое интересное мнение, что это, конечно, здорово, что мы спрашиваем жителей города, общественности о том, что они хотели бы видеть. И здесь действительно не найти единого мнения, потому что я художник, я так вижу. Сколько людей, столько мнений, это неудивительно. Действительно. И когда за дело берутся профессионалы, которые, как сказал Алексей, настаивают на своем, которые видят вот так технологическое решение по строительству, по достижению тех целей, которые стоят у города, у генплана в итоге, то, наверное, было бы, по мнению экспертов, было бы правильно рассчитывать исключительно на мнение суперпрофессионалов, которые всю жизнь занимаются строительством, которые знают современные технологии и знают, каким образом, современным образом, способом вопросы данные решать. И еще такой момент. Есть одно экспертное мнение, очень интересное. Оно, может быть, слегка не связано с строительством, но я считаю его достаточно ценным, поскольку мы все живем, и то место, где мы живем, оно создает наше настроение, состояние. Почему не хватает зеленых зон, почему мы об этом думаем, потому что для людей это важно на самом деле. И психологическое состояние человека, который где-либо проживает, влияет в итоге на его работоспособность, на его, ну, вообще, социальную жизнь, на то, как он себя ведет в обществе. Вот. И идея стоит в том, чтобы к разработке генплана привлечь экспертов в области психологии. На самом деле это вот как бы странно. Я не ожидала такого поворота еще с разговора вообще. Как бы странно это не звучало, но вот есть человек, который даже готов в моей экспертной группе, экспертов агентства, который готов проконсультировать на эту тему, имеет там научную степень и занимается всеми этими вещами всю свою жизнь. То есть есть вещи, которые можно было бы обсудить и можно было бы улучшить вот с точки зрения вот этих вот человеческих качеств, психологических. И как человек будет, например, чувствовать себя в такой зоне, как он будет чувствовать себя. Мне кажется, сейчас начнутся общественные слушания. Можно приглашать и с удовольствием говорить об этом, нет? Да, и на самом деле, вот еще добавлю, что экспертное сообщество, агентство, они чем и цены, что там есть представители совершенно разных направлений и строительства, и экономики, и психологии, и социальные какие-то вещи. Поэтому вот в случае необходимости люди действительно готовы принимать участие, особенно в судьбе нашего города, того места, где мы живем. Владимир Игоревич, принимайте помощь. Конечно, безусловно. Нам любая помощь очень важна, и мнение каждого человека, особенно если он является профессионалом в своей сфере, в работе или просто в хобби своем профессиональном. И сегодня мы уже дали старт администрации общественного обсуждения. В рамках этих общественных обсуждений мы приглашаем всех, всех принять участие к разработке генерального плана, потому что итоговый, скажем, документ уже выйдет только с учетом окончательного мнения жителей всех, всех. Вот только когда мы проведем общественное обсуждение, мы сможем выйти на городскую долу. С готовым предложением, да? Да, которое депутаты будут рассматривать, принимать какие-то решения уже итоговые. Соответственно, впереди у нас именно общественное обсуждение. Я призываю всех принять активное участие. Я, насколько знаю, буквально вчера или позавчера уже был создан сайт genplan.krd.ru. Он работает, я на нем лично сегодня была. Все прочитала, посмотрела. Не все поняла, у меня тоже есть вопросы. Поэтому тоже буду с удовольствием принимать участие. Насколько я знаю, у нас эти общественные слушания сейчас будут проходить в онлайн-режиме, да? Да, совершенно верно. Они будут проходить в онлайн-режиме. Вместе с тем, будет в рамках этой процедуры предусмотрено проведение экспозиции. Уже с этой пятницы мы разместим картографические материалы во всех частях нашего города. И уже 6 июля, я имею в виду, можно будет задать вопросы специалистам, посмотреть на материалы и оставить свои предложения. Это здорово. Я хотел добавить тоже еще, что на самом деле относительно разработчиков генерального плана, это не перспективного градостроительства, это питерская организация, это суперпрофессионалы своего дела. У них на самом деле большое портфолио, в том числе Санкт-Петербург, да, и еще ряд городов России. И без доли сомнений нам очень повезло с этими разработчиками. Это действительно вот те люди, которых можно назвать суперпрофессионалами. И они, слава богу, занимаются перспективной разработкой генерального плана нашего города. И относительно того, что я хочу, допустим, да, вот эти все мнения, на самом деле, они четко и жестко регламентируются законодательством в сфере градостроительства. И я хочу обратить внимание, что и общественность, и местные жители должны обратить внимание на это. И мы всегда так и выстраивали свою работу. Все наши предложения и замечания в рамках разработки генерального плана, в рамках того, что мы просили учесть в генеральном плане, они четко ложатся в законодательную сферу. Это в местные нормативы градостроительного проектирования, в градостроительный кодекс и все остальные законодательные акты, которые регламентируют то, каким должен быть генеральный план. То есть, если мы говорим о социальных объектах, есть четкое понимание, какое количество мест в детских садах должно быть на тысячу человек. Соответственно, то же самое и по школам, и по площади рекреационных территорий. Все это четко описано в законодательстве в нашем российском. И мы всегда свои предложения и замечания, именно этим мы аргументировали и предлагали, по большому счету, свои предложения в рамках этих аспектов. Поэтому здесь, безусловно, хорошо было бы, если еще эксперты и общественность, и мы призываем каждого жителя, обратить внимание на этот проект и внести свои предложения и замечания. Но все они должны ложиться в правовое поле для того, чтобы быть учтенными. Я всегда обращаю на это внимание, потому что просто какие-то хотелки реализовать некорректно. Мы же все-таки в правовом поле находимся, и это нужно всегда учитывать. Умений и аспектов в жизни у нас много, и социально-экономические, и в том числе психологические. Я вас благодарю. Спасибо вам большое. Это был первый круглый стол такой. Мне было очень интересно. Спасибо. Искренне верю, что встретимся мы с вами, когда генплан примут, и мы еще сможем поговорить о том, как мы будем жить дальше. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была программа «Бизнес-курс». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»